Здравствуйте, уважаемые блогеры! Сегодня уже 2 января 2012 года, Новый год и так далее. Бывший сотрудник СГБ, следственный работник Бессонов Алексей Борисович. И вот тема сегодняшнего поста. Я прочитал в газете «Коммерсант», что наш бывший губернатор Тутнев становится, выходит после избрания президента, он говорит в администрацию президента, по сути, станет, ну, человеком номер 2 в стране. Потому что глава администрации президента – это такой теневой кардинал, человек, который уже оставляет все фигуры и так далее. Ну, мои конфликты с ним известны. Я публиковал здесь обращения, пытался его привлечь. Ну, это все минувши и так далее. Я вот к чему завел этот разговор. Еще Бродский писал, знаете, такие фразы у него есть, что «Коле выпало в империи родиться, то лучше жить в провинции у моря». Вы знаете, вот я, ну, может, в силу молодости, а может быть, в силу, так сказать, того, что все-таки это были 90-е годы, и тогда была надежда и иллюзия на какое-то право и так далее, что система безопасности, тогда МБФСК все-таки будет действовать в рамках определенных правовых поля. И я, конечно, конфликтовал тогда с тем руководством. Ну, там, очевидно, были преступления совершены, но не будем об этом. Я говорил уже об этом. Ну, в итоге я получил все по полной программе. И пулю, и психушки, и так далее. Так вот, я к чему это все заел? Вы знаете, это одна из самых больших иллюзий, из которых человек очень тяжело расстается. Это система права и система безопасности. Чтобы вы видели, понимали, каков уровень был игр, которые разыгрывались в те годы, в середине 80-х. Ну, простой пример. Можно его по-разному так давать, но я постараюсь факты обрисовать. А уж домысливать, давайте вы сами домысливайте. Ну, скажем, известный факт. Трагедия, авария на Чернобыльской ароматной станции. Там погибло 9 человек. Огромное количество территорий зараженных. И, так сказать, ликвидаторы получили лучевые болезни. И вы знаете, ну, вот мне кажется, что понять вот эти факты, ну, я могу ошибаться, но тем не менее, есть все основания говорить. Можно только в совокупности, понимая, что такое была холодная война. Все-таки это была война, прежде всего. И вот если вы внимательно посмотрите, то ведь это было противостояние. Да, вплоть до того доходило, что уже решался вопрос о использовании ядерного оружия. Ну, например, уже сегодня не секрет. Говорят, что пишут, что в 82-84 году рассматривался вопрос о применении ядерного оружия в Афганистане. Уже самолеты подлетное время оформляли и так далее. Карты интересовали. То есть это вплоть до рассматривалось. Идет на руководство страны, и руководство армии, и так далее. Более того, ну, я вот уже сегодня фильмы снимаю об этом, но мы в свое время давали подписки на оглашение. Наши, например, погранистники переодевали в форму советской армии. Они уходили в Афганистане, там несли границу, охраняли границу и так далее. Ну, там, в сушлении правовой стороны, было заключено соглашение о применении граничного контингента войск с Республикой Афганистан. А погранистан, а специальные войска, и с ними не было соглашения. Если бы американцы узнали, то был бы колоссальный скандал, потому что, ну, практически специальная служба, и так далее, на территории государства. Ну, это формальная страна, и так далее, да. Помните, вот, 82-го, 4-й год, когда появились тингеры, в двухах, когда практически боевые действия шли, достаточно серьезные там, и так далее. Возмещались ракеты в Европе, и так далее. Когда все сбили, помните, 82-й, 81-й, при Грандропе, Боинг, корейский на территории. То есть, таких фактов огромных, конечно. Планули лодки с экипажами, да, и так далее. Были прямые столкновения. Ну, то есть, это была война, холодная война. Да, и вот, допустим, тот факт, что, утвержденно говоря, что очевидно было, что внутри советской элиты идет такой, скажем так, волна либералов, да, которую олицетворял Горбачев, ну, которая, в общем-то, фарватер американцев выстраивается. И с приходом Горбачева, мне кажется, в тот период было, это совершенно очевидно, что американцам удалось провести, ведь вся история, прежде всего, история элиты, потому что история России, да. Помните, русская элита, как она сдавала татарам, скажем, Русь, да, не хотела объединяться и так далее. Как Иван Грозный держал ее за грудки. Как, так сказать, элита, ведь сегодня уже отчетливо говорят, что за революциями 1917 года, и февральской, и октябрской, стоял начальник генерального штаба Алексеев, который, так сказать, Киркеринскому все оружие передали большевикам и так далее. Сталин держал элиту за грудки, и ок, прямо пишут Карпу, что отравили, когда он пытался проводить реформу управления. То есть, понимаете, вот на самом деле вот эти игры, Кирплинг писал, что большая игра закончится тогда, когда мир остановится. Это большая очень игра. И Чернобыльская атомная станция, как некий возможный вариант, как я могу сказать, да, это и была ответная реакция генералитета русского, да, тех генералов на попытку американцев поставить во главе страны, ну, человека лояльного и так далее. А, конечно, если вы посмотрите смерти, смерти вторых секретарей, первых секретарей, так сказать, Машерова смерти и так далее, кто мог претендовать на роль Брежнева, вы увидите, что тут нет никаких, так сказать, совпадений, что это, в общем-то, закономерность определенная, да, что, в общем-то, возможно варианты это была очень мощная игра в специальные службы. Не надо думать, что, так сказать, мы имеем дело с идиотами и так далее. Американцы в этом плане нас переиграли. У них начальниками разведотделов, отделов разведок в ЦРУ, были профессора, кто такой Ричард Пейпсон, вот, губернатор наш говорит, это советолог, профессор кафедральный. Они видели историю страны, знали, так сказать, ментальность элиты и так далее. И вот Чернобыль был как вариант, да, как реакция нашего герналитета на попытку изменить геополитическую ситуацию в стране. То есть они сказали, что, ребята, мы ни перед чем не остановимся, да, ведь, в общем-то, в самой аварии погибло 9 человек, наши, так сказать, и да, были люди, которые пострадали, там, ликвидаторы, но, в общем-то, смысл-то был в том, что осадки, которые, кстати, аварии, высадятся на территории Европы, они практически, мягко говоря, парализуют все территории и так далее. Ну, более того, в 52-м, 54-м году, и сегодня уже есть, как говорят об этом, были испытания ядерного оружия, где дивизии принимали участие, и тоже были жертвы, и страдали люди. То есть это была очень большая игра, и говорить о том, что этого не может быть, потому что этого не может быть никогда, это совершенно глупо, и, на мой взгляд, ну, неправильно. Так вот, я к чему разговор заел? И сегодня, сегодня тоже, да, кто вот эта элита? Прошла революция в 91-м году, приходит эти элиты, да, вот эта же Юрка Тутник, да, это бандит, просто, мягко говоря, бандит с большой дороги с улицы, человек, который работал на комсомоле, палки выдавал, который знать не знал, что его судьбе уготовлено стать вторым человеком в стране, да, вершить отчасти политику приводные ремни. Это сегодня он ведет себя, так сказать, я был на встрече со студентами, цивильно, это вопрос, нарушали закон, он говорит, ну, в детстве яблоки воровал, я даже смеялся, потому что, ну, это человек, ну, в общем-то, это просто шпана, ну, а что, как эти, президентом и Украины стал человек, который шапки срывал у людей, ну, то есть, это, так же и в революцию приходили просто бандиты, шпана всякая, ну, это вот такая элита, такая история страны, и неплохо, нехорошо, сегодня реальные механизмы управления в его руках, сосредоточены будут, поэтому это вот так, вот так это все происходит, да, поэтому я вот для чего это хочу сказать, что вот я попытался написать в ЖЖ губернатора, вот, о Чернобыле и так далее, но реакция в публике людей была, что я сумасшедший такая, ну, для того я, поэтому и понимаю, что говорить в многих вещах есть смысл даже намекать с людьми, которые подготовлены для того, чтобы эти вещи воспринимать, понимаете, человек неподготовленный, если он считает, что этого не может быть, потому что этого не может быть никогда, то, в общем-то, сложно-то что-то говорить, да, только русская литература может быть ответом, помните, вот есть такой жанр, Цицерон писал письма к другу, где я рассуждал о ситуациях в Риме и так далее, поэтому вот такая ситуация, и поэтому я вам хочу сказать, что, ну, к сожалению, это вот наша жизнь, и все мы отчасти хотим или не хотим, являемся всегда втянуты в какие-то очень большие игры, да, мы даже не понимаем, что разыгрывается большая игра, и, так сказать, на ее фоне наши судьбы, они тоже, так сказать, ломаются, и ломаются отчасти кардинально, и вот моя судьба, тому пример я, ну, тогда же, видите, никто не верил, что Ельцин надолго, да, и когда я сюда, кстати, приехал, я жил, а тут-то служил в Москве, и когда он приезжал туда к нам, я говорил, что я застрелю эту мразь, потому что, ну, я был воспитывал в другой парадигме, на других ценностях, служб КГБ и так далее, и когда здесь я вот шлистнулся с местным перицейским генералом и сказал ему, что я бы эту мразь застрелил, и вы бы видели его лицо, для него это какой-то получвятой был там, полубог, но это, к сожалению, тоже так, да, и декабристы, когда они были в курсе тех событий, при определенных условиях, может быть, КГБ был во главе государства, но когда, оказавшись в Сибири, в ссылке, он был преступником, врагом номер один, и тоже местное, там, где-нибудь в Тараханском крае начальство воспринимало его именно так, то есть, ну, это, к сожалению, вот страница истории, и не надо думать, что историю творят какие-то люди-супер-боги и так далее, да, и при определенных условиях я бы мог этого министра, сейчас главы администрации президента посадить в тюрьму, абсолютно, совершенно не напрягаясь этого губернатора, если бы тогда наш губернатор Тараханского края, человек не глупый, кстати, тоже партийный аппаратчик, повелся немножко по-другому, то этих людей бы вы не знали, они бы сидели в тюрьме, но, к сожалению, вот, человеческий фактор в истории, и в наших жизнях он тоже играет огромное значение, вот так вот, я сегодня здесь сижу, вам что-то диктую, а Ёрк Атутнев министр, потом будет главой администрации президента, и в определенных условиях, кстати, он мог бы быть президентом, и рассматривался вопрос, когда вместо Медведева, ну, я не думаю, что на моей судьбе это как-то отразилось, ну, я выполнял свою работу, только всего ничего там такого не было. Все, спасибо, ваш Бессонов, Алексей Борисович.